Альберт Фёдорович Карпов Этот человек делал всё в своей жизни на отлично, но это только кажется всё так просто и однозначно. Жизнь испытывала героя нашего репортажа на прочность с самого начала пути. Родился будущий спортсмен в семье простых тружеников с очень небольшим достатком. От мамы Аниси Фёдоровны мальчишка, к счастью, никогда не слышал ни грубых слов, ни окриков. И женщина без образования научила сына быть опорой настоящим мужчиной в доме, когда отец уезжал на заработки. Мать вообще без образования, она даже расписываться не умела, потом научилась кое-как. А он, наверное, не имел специальности никакой. Никакой молодой, это как у него получилось, он всунулся в эти путешествия. И там то золотоискателем примкнёт, то лесозаготовщиком, то к охотникам. И вот так вот с бригадами работал всё время. А мы с ним ездили из деревни в деревню. Лесная дорога. Я шёл пешком, мало мне ещё было, лет семь, наверное, не больше, да. А сестра-то постарше мне на два года. Так у меня ещё кровь пошла из носа, вот осталось в памяти, потому что жарко было сильно. Тогда меня посадили на телегу, как маленького, и поехал. Вот так вот и путешествовали с папой. А вообще он нас любил. Он как только было свободное время, он всегда был дома. Между прочим, вот я ни разу, вот вроде вот такая работа у него была, всё. Я его ни разу не видел даже выпившие. Фёдор Петрович всё-таки жалел мальчишку и понимал, ему нужен отдых. Но только чтобы не праздный. Речка замёрзла, коньки и вперёд. В соседнее село ездили, даже по речке, когда ещё снегом не закрылось. Только лёд встал, всё, давай кататься. Ну, а в отношении санок, не лыж, вот и разговора нет. Урал есть Урал. Папа мне купил мяч футбольный. Он был один на всю деревню. Ну, и, конечно, все ребята вокруг меня. Футбол. Только утром, в основном, ледом, с утра, и поздно, гоняли футбол. Или в волейбол. Такое занятие было. А накачивать нечем. Нет насосов-то. Я хозяин надувал. Надувал. И знаете, как мне это помогло? Я, видимо, так хорошо лёгкие развил, что я потом в армии... Как шарик воздушный надували. Да. Ничего себе. В армии на спор с ребятами волейбольный мяч мог за один выдох надуть так, что можно играть. Объём лёгких у Альберта Фёдоровича был отличный до самых преклонных лет. Уже будучи тренером со стажем, он мог легко помериться их силой со своими молодыми спортсменами-учениками. Я никогда не чувствовал, что не хватает воздушной дистанции, когда тренировался, когда выступал в соревнованиях. Ну, наверное, и от родителей досталось мне хорошее здоровье. Спасибо им, родным. Ну, и вдобавок, вот такое вот простое вроде бы упражнение. Вот когда вот так вот сильно ты надуваешь, перепонки начинают больные. Ребята затыкали уши. Хорошее здоровье досталось Карпову в наследство от родителей и от природы Шадринского района, в окружении которой рос и учился. Когда мы готовились, наверное, последний год как раз уже, лежишь, книгу читаешь, вышел только тут же рядом с селом, вышел. Руку протягиваешь, ягоды берёшь, читаешь. Я говорю, брусники, про ковёр, про ковёр. Охотились на белок с рогатками. Охотников много, у всех по ветре собаки. Только как залаяли собаки с рогатками туда, а камней там хватало. Ну, жаль. Одну белочку поймали руками. Ух, тащили её в зоопарк свой. Ну, не зоопарк, а как зооуголок. В школах раньше были такие уголки. Живой уголок назывались. Да-да-да, там у нас белочку притащили. В 12 лет сын остался без отца. Фёдор Петрович умер от перитонита в 38 лет. Пришлось семье переехать из родного села Покровского Свердловской области в Курган к родственникам, с которыми, конечно же, было легче жить. Там же, в Кургане, война застала 15-летнего подростка, который во что бы то ни стало стремился устроиться на работу. Мама говорит, Олег, учись дальше. Учись дальше. Ну, как-нибудь я с ними справлюсь, и учись дальше, пожалуйста. А сестра, по-моему, закончила уже 10, и она пошла работать. Мы справимся. А я походил, поучился, поучился. Ну, на вид, я здоровый парень. Я говорю, давай, мама, я пойду работать. Убедил маму. Ну, а возраста не получается. Мне даже ещё получается 14 было всего. В октябре же я родился. А без паспорта не принимают. А паспорт нам 16 лет. А мне только 15. А муж у сестры работал в политотделе железной дороги. Ну, так вот он убедил, мне паспорт дали, и я пошёл работать. Война всем обеспечила профессию. И 15-летний Альберт стал токарем-операционщиком механического цеха на заводе деревообрабатывающих станков, который в спешном порядке был переоборудован из балалайчного в военный. А точнее, подросток рабочий занимался калиброванием хвостовых очковых мин. Минчик вставляешь туда, ага, потом прикрутил её, потом до конца. Следующий, потом, когда стали хвостовое оперение вкручивать, она свободненько вкручивалась в мину. Поначалу для парня-подростка, правда, уже привыкшего к работе, но только в течение 8 часов, 12-часовой рабочий день и дневная норма 200%, это было невероятно тяжёлым испытанием. Мама у меня, значит, будет. Олег, вставай, вставай, Олег. Я говорю, мама, я не буду завтракать, я ещё посплю. Она говорит, Олег, на работу пора. Ничего, привык потом, никаких, и даже иногда вот в дневную работу, мы такие на танцы ходили. Стали увлекаться работой, искать способы, как быстрее, лучше и больше сделать. Так вот, чтобы быстрее было, потому что станок, чтобы работу, ну, выделяли помощника. Я пробку вкручивал, пробку ввернул, я её вставил туда, значит, а он вращается, вращается, позвали рукавицы брезентовые, по две пары за смену, изнашивали рукавицы. Некогда, влево в руке, это, это, здесь, раз, раз, всё, раз, раз, выскочил, то есть, вот тут мы планы-то перевыполняли. Несколько сотен мин в день выдавали пацаны, которые совсем недавно беззаботно часами гоняли футбольный мяч. Получали за свой труд самое большее 1 тысячу 200 рублей. Для сравнения, булка хлеба тогда на базаре стоила 800 рублей. Правда, у рабочих было преимущество перед другими гражданами. Они получали плюс к зарплате ещё 800 граммов хлеба. Ну, ничего, знаете, они не стонали, работали, что плохо, или ещё что-то. Все было одинаково. Помогали все друг другу по возможности. И никто не рычал, что вот ребятам лучше, или что-то. Дружба была настоящая во всем цеху. А с фронта прибывали раненые. Среди них и старшие друзья Альберта Карпова, уже успевшие повоевать, что ещё больше подстёгивало юношу. Он рвался на фронт. Но военный завод и бронь держали крепкой. Всё-таки в 1945 году помог случай. Прогуливающегося как-то по базару паренька в солдатской форме, оставшийся от погибшего дяди, приняли за дезертира и арестовали. Альберт не стал даже упоминать, что у него бронь. Так хотелось на фронт. Ни на два, ни больше они там оформляли всё это. Уже погрузили. Я матери сообщил. Она ходила, расчёт получала. Эти ссунулись уже, что брони-то воспользовались, вернут меня обратно. Но я работал, вот я хорошо. Я говорю, мы уже поехали с братом вместе. Сначала попали в пересыльный пункт в Ялане. Оттуда в танковую школу в Нижний Тагил. Четыре месяца обучения и готов старший сержант. Командир орудия Альберт Карпов. А война с фашистской Германией на Западе уже закончилась. Но Вторая мировая война ещё продолжалась их союзниками Японии. На востоке, в Маньчжурии. Куда и была доставлена боевая машина, новенький танк Т-34 с сержантом Альбертом Карповым в расположение Забайкальского фронта. На дороге с платформы сошли, сразу марш. На марше, маршем поехали дальше. Приехали, остановили, рассказали, что вот здесь. Ну, начальству рассказали. А нам только сказали, вот здесь, капонир копайте, здесь машину замаскируйте. Мы свою машину там замаскировали. А капонир копать, это тоже достаточно хорошо. Какой капонир? Это 3 метра высотой танк. Три шириной и 6 длиной. Это его нужно копать в землю? Да, надо яму выкопать, его загнать туда. Потом сверху замаскировать, чтобы его не видно было. Значит, я чаю, заросли какие, достаточно хорошие заросли. Все, ребята, давайте сюда. Со мной едут эти автоматики, мотопехота. Их человек 10. На машине все время сидело так. Ну, значит, ну, что, они на охрану, я, значит, улеглись спать. Танкисты так. А те в свой охранник. Я утром вышел. Хорошее утро такое солнечное. Куда же я замаскировал машину-то? Я посмотрел, висит. Ну, в общем, вот такой длины, наверное, длить до сюда, это длины. Только толще, вот так вот. Такой. Листья большие, лопустые. Ну, как огурец. Посмотрел, это вроде огурец. Листья тоже. А листья высоко. Ну, может, танк замаскировал. Наступление было объявлено лишь через неделю. Танки достигли берегов Аргуни. Переправлялись через нее с помощью понтонного моста. И вперед, по пустыне, в направлении на город Хайлар. Двигались быстро, всегда сопровождаемые машинами разведчиков. Но в какой-то момент юрки-доджики вдруг куда-то исчезли. Ну, не то же зачем рисковать. Открытые машины, танки из танки. Едем дальше, уже в город езжаем, а не знаю, куда дальше ехать-то. Никого нет. Машина какая-то остановилась, тоже вроде лоджика. Механик выскакивает, подбегает, значит, туда. Спрашивает, слушай, куда ехать, смотрит. Я, японцы. Он, значит, обратно, ласточкой в люк. Ну, покрутились тут, поразогнали их всех, там все, все нормально, вроде бы. У них, оказывается, были все укрепления с другой стороны города. Это японцы заблудились. Ага, они заблудились. Мы вошли, постоянно нас не трогали, и мы их не трогали. Были и другие мелкие стычки. Но все это по сравнению с предстоящим боем за Хинган запомнилось, мягко говоря, как развлечение. Основным противотанковым средством на то время в Квантунской армии были отряды смертников, снабженных гранатами и взрывчаткой, тактикой которых являлась непредсказуемость. А окопы делали вдоль дороги, в рост. И не, ну, какой, ну, вот так вот, примерно, как вот сиденье. Не ширину, а вот так, вот там стоят стоят. Присял, только его не видно. Встал, побежал, мимо с ним рядом. Вот такой ящичек. Ну, вот вроде вот этого. Ящичек. Бой за Хинган был самым серьезным во фронтовой жизни командира орудия Карпова, которому пришлось в ходе сражения заменить раненого командира машины. Район, против которого действовал левый фланг Забайкальского фронта советской армии, был укреплен японцами особенно мощно. 116 дотов, соединенных бетонными подземными ходами сообщения, развитой системой траншей и большим количеством инженерных оборонительных сооружений, защищались японскими войсками с численностью более дивизий. Кроме того, перевалы, через которые шли советские танки, находились на высоте около 2000 метров над уровнем моря. Крутизна склонов в отдельных местах достигала 50 градусов, так что машинам приходилось двигаться зигзагом. Положение дела осложнялось непрерывными ливневыми дождями, непролазной грязью и разливом горных рек. Поднялись, потом раз, как раз напротив сопки начинается излучение, сюда и потом туда и туда, на ту сопку. В стороне. Они здесь, у нас прекрасно видно. Они подбили первую машину, последнюю. Нам никуда. Туда обрыв, вверх обрыв. Мы в тисках. Они по нам садят. В мою машину как сразу попали, они попали в гусеницу, развернула ее и повернула ее трансмиссией. Ребята все выскочили и давай гусеницу соединять. Все, гусеницу перебил, я посмотрел, что гусеницу соединит, да и вперед. Они как начали стрелять, продолжат стрелять-то вернее. Видят, что мы тут копошимся, что-то непобитые все. Ну и все, и снаряды то в машину попадут, то в этот обрыв. А я заберу осколки и камни. Все, столько шума-то. Тогда кричу обратно в машину, разворачиваю башню. Прицел-то мне видно, кто стреляет по мне. Вспышки-то. Я давай по ним стрелять. Даже мысли не было, что может что-то случиться, честно говорю. Просто человек был занят. Занят. Тем более стреляю из пушки. Заряжая, и пошел-пошел, и стрелял, как работал. Но потом бой закончился. Вышли из машины-то. Оттуда снизу парень подполз, раненый. Что вы, танкисты, стоите, ушами хлопаете? Над вами снайпер сидит. Он в спину нам стреляет. А вот тут, а мы не слышали его. Ну что, ребята в ружье. Мы поднялись, когда на скалу-то, наверх, не весь. Смертник сидел. У него был окопчик выкопан. И он оттуда поливал наших ребят. Так что вот и с автоматом повоевал немножко. Достался командиру боевой машины и самой машине, которую вместе с экипажем танкист не перестает хвалить. Танк прошел пустыню, преодолел сопки и даже болото проскочил. Объявили, что Япония капитулировала. И вдруг я слышу хорокерный звук полета гаубичного снаряда. Он идет. Вот так его слышно. Такие снаряды-то не слышно. Я только посмотрю, а это слышно. Они стреляют из-за сопки. Я говорю, на тебе мир и снаряд за нами взорвался. В болоте, правда, не в колонне. Следующий впереди. Третий точно. А я крещу машину. Механик вперед, влево. Там болото. Влево, ты мать твою. Он развернул влево и пошел прямо по болоту. Молодец, у меня хороший механик был. Старик уже, он с 16-го года. Шурует, шурует. Я говорю, дави, Аким, дави, он давит. Так хорошо, он скорость включил, то, что надо сразу успел. Грамотный мужик был, так что надо. Все, мы под сопку встали. Все, к нам снаряд не попадает. Ну все, я вышел спокойно, отдыхаю. Пойду посмотрю, как мы прошли. Вы знаете, вот там, где прошла колея гусеничная, чуть почти не по колено, воды. Начинал войну Альберт Федорович командиром танка, закончил командиром взвода. Награжден значком «Отличный танкист», медалями за отвагу и за победу над Японией. Сборной военного округа нужны были хорошие спортсмены, которым уже тогда себя утвердил Альберт Карпов. У него уже был первый разряд по лыжам и по легкой атлетике, второй разряд по плаванию и гимнастике. А началось пристрастие к спорту с укрощения двухпудовой гири. Ребята здоровые были все. Я тоже здоровяк, вон как ребят разбрасывал. Взялся за нее. Я ее сюда, она у меня обратно. Я ее выбрасываю, она обратно. Ребята, ха-ха-ха, ну я тоже ха-ха-ха. А что делать-то, снимаю музыку. Все, улеглись спать. Жили в землянках. Я землянки вылажу к этой гире. И давая ее, мучил, мучил ее. По-моему, раза три-четыре я все-таки поднял. Вечером ребят стали поднимать, я уже пять поднял. Потом я стал жонглировать ей начал. Даже на сцене выступал с двухпудовой гирей. Затем дивизионные соревнования по лыжам в Чите, на участие в которых Карпова уговорил командир, зная, что он неравнодушен к спорту и состязаниям, в которых можно показать, на что ты способен. Но азарта здесь оказалось недостаточно. Карпов проиграл. Начальный физподготовки дивизии. Приходит, я думаю, сейчас нагоняй, будет. Самому-то неприятно, конечно, все. Он кричит через всю казарму. Карпов, старша Карпов. Я иду к нему, ну, сейчас через 7 он меняется. Ты молодец, Карпов, ты молодец, армянин был. Я смотрю на него, шарики вылупил. Ты молодец, ты не последний был, ты предпоследний был. Но Карпов не был бы Карповым, если бы тем все и закончилось. Его настойчивость, невероятное упорство во всем и уверенность в своих способностях всегда помогали побеждать. Вот меня задело самолюбие. На тебе предпоследний. Как предпоследний? Хочу первый. Да. На следующий год я уже был не предпоследний, а одиннадцатый. Приехал домой, лыжи выстрогал и давай бегать на лыжах. Шаринованщик, когда будет, черт его знает, а я давай бегать на лыжах. Поэтому на следующий год я уже крепления сделал не такие, а полужесткие на ботинках. Я на последние деньги, маму собрали с сестрой, купили ботинки. А тогда ботинки лыжные были с такими рентами большими и дужкой закреплялись. И когда я поехал, то пробежала я неплохо, потому что начальник физпогазовки пришел, меня поздравил, говорит, ты выполнил первый разряд, поздравляю. А первый разряд присваивала Москва. Если надо было бороться за дивизионную команду, которую сам же и собрал, его ничто не могло остановить. Ни поломанная лыжная палка прямо на дистанции, ни сама дистанция длиною 30 и даже 50 километров. Не тем более ангина, хоть и довольно серьезная. Понимаете, я тридцатку пробежал, третьим был. А на полсотни, на следующий день полсотни побежал и был вторым. Так ведь надо, что ты все выдержал. Всего в армии Карпов отслужил 5 лет и 10 месяцев, захватив и послевоенное время, за которое успел заработать второй разряд по плаванию и гимнастике, первый разряд по лыжам. Дивизионные командиры не отпускали упорного и в спорте, и в военном деле старшину домой, предлагая хорошее жалование, квартиру, обмундирование. Все это в послевоенные годы было бы совсем не лишним, как сегодня понимает Альберт Федорович. Но тогда, в 1950 году, он рвался домой к родным. В Кургане ждала мама, сестра и племянники. Вся родня собирается встречать фронтовика. Братишка уже вернулся, впереди был. У него такое окружение, потом и родни-то много. Все собрались, конечно, застолья. Причем не мать делает. Все собрались. Дружные все родни были. А я ни грамма в рот не беру. Ты нас не уважаешь, ты почему? Я объясняю, что я не могу. Я спортом занимаюсь. Я дал тебе слово, что я не буду. Не буду, в рот не возьму. И не брал. И слушай, когда начал спортом заниматься, так и не брал. Потому что не считал, что это совместимо со спортом. Сила воли у этого человека завидная. Курить бросил в самом начале войны. Выпивать вообще никогда не пробовал. Уже вполне состоявшийся еще в армии молодой спортсмен мечтал попасть непременно в сборную области по лыжам. Везет меня на встречу с хорошими людьми. Такой Кулагин Алексей Федорович работал в Железнодорожном училище номер один руководителем без воспитания. Увидел меня с моими значками разрядника. Усы. Старшина. Медали. Ну, познакомился. Пойдем к нам работать. Ну, а мне надо куда-то на работу устраивать. Я пошел к ним работать. Так демобилизованный старшина, устроившись преподавателем физкультуры Железнодорожного училища, начал целенаправленно превращаться в тренера. Набрал команду лыжников, показывающих настоящее спортивное мастерство. Вошел в сборную команду Курганской области. В 1951 году Карпов поступает в Ленинградский техникум физической культуры, параллельно продолжая готовить спортсменов по легкой атлетике и лыжным гонкам. Здесь, в ЖД училище, был им воспитан первый мастер спорта Петр Телюнев. Газетные вырезки о его успехах тренер с трепетом хранит до сих пор. Именно его Карпов уверенно оставляет за себя, уходя в спортивное общество «Локомотив». Через год преподаватель физкультуры уже с чемпионским багажом областного уровня за плечами опять уходит на новое место. Теперь на Уралсельмаш методистом, но работает тренером. Лучшему лыжнику я дал лыжи, значит, тренировку первую проводили на стадионе, по кругу просто покататься. Так у него пять раз лыжа спадывала, вот такие лыжи были. А потом, когда я уже оттуда уходил, там была прекрасная лыжная база. Ну, мне помогли, конечно, увидели, что я пытаюсь что-то сделать, научить. И, ребята, все, всех принимал абсолютно. Зимой лыжи, летом легкая атлетика. А легкая атлетика – все виды спорта. На Уралсельмаш тренер Карпов воспитал чемпиона города Кургана по прыжкам с шестом, чемпиона города по прыжкам в высоту, чемпиона города в метании копья, призеров городских соревнований в толкании ядра у женщин и у мужчин, спринтеров, всегда находящихся в тройке. Карпов был настолько уверен в своих воспитанниках, что даже перед серьезными соревнованиями спокойно уехал в Омск, чтобы сдать госэкзамены в Институт физической культуры, где заканчивал учебу. Я сдавая госэкзамены, получил от них телеграмму. Альберт Федорович, поздравь, тебя поздравляем, нас поздравь. Мы выиграли первенство города у Петт Института. Тренер считает, что этот успех обусловлен в том числе и другой его серьезной работой с заводчанами – методической работой по производственной гимнастике. На тот момент он был, пожалуй, первым в Заурале методистом, серьезность намерений которого мало кто верил, но упорный Карпов заставил поверить. Ну, ребята у меня уже, которые занимались, легкой от этой лыжи, я их подготовил. Потом пошел сначала к начальникам цехов, выбрал таких начальников цехов, которые тоже сами к спорту имели отношение. Поговорил с ними по-хорошему, убедил их. Убедил им, что производительность труда повышается, из-за того, что будешь делать упражнения, а не наоборот, что вы простояли. Это пошла и производственная гимнастика. Пошла. По крайней мере, рабочие четырех цехов завода ежедневно прерывались на пять минут, чтобы размять мышцы. Успехи тренера Сурал Сельмаша и его рабочих спортсменов не остались незамеченными в высоких спортивных кругах. Его пригласили первым штатным тренером по легкой атлетике в областную спортивную школу молодежи. Карпов пошел на новую работу с большим удовольствием, в ущерб своим финансовым доходам. Уж больно хотелось заниматься только спортом и только спортом. Тем более, что подготовленные им на заводе ребята продолжали ходить к своему любимому тренеру, в том числе член сборной СССР Абабков Геннадий и кандидат в сборную Леонид Кокарев. Казалось бы, спортивная карьера начала круто расти вверх, но слава успешного тренера распространилась быстро далеко за пределы города Кургана. Альберта Федоровича приглашают в Шадринский индустриально-педагогический техникум, где он усматривает новые горизонты. Большую перспективу, масштабную работу, огромное желание начать воспитывать серьезных спортсменов с нуля взяло верх даже над семейной стабильностью. Оставив жену, двухкомнатную квартиру, жадный до перемен и серьезной работы, тренер переезжает из областного центра в маленький Шадринск на должность руководителя физвоспитания индустриально-педагогического техникума. Очень большое разочарование, первый год, сразу. Когда я познакомился, с кем я буду работать, там был только первый курс. И первый курс приехал, набрали тех ребят, которые уже работали мастерами, уже отслуживших ребят, которые работали мастерами, но образование нет. Им надо образование получить, тогда они будут работать в ГПТО. И вот такой у меня первый курс был. И я против тех, кто у меня был, и кто сейчас. Конечно. Но я верил, что все правильно будет. Все правильно будет. И все правильно получилось. Перспективные спортсмены все-таки пошли в техникум Карпову. Ведь он собрал для них лучших тренеров. С ними занимались знаменитые спортсмены, тренеры области. По штанге Владимир Цупенков, по велосипедному спорту Геннадий Неверов и другие. Начались хорошие выступления спортсменов. Появились победы. Но через пять лет Карпов все равно уходит из Шипта. И это было время, когда все спортивные школы молодежи в России закрывались. А организовывались высшие спортивные школы молодежи. Но только там, где для этого была хорошая база. Появилась угроза остаться вообще безобластной спортивной школы молодежи. Благодаря ходатайству Карпова и областного спорткомитета перед московскими чиновниками, школа высшего спортивного мастерства открылась уже в Шадринске, на базе легкоатлетического манежа, в которую он пообещал сам прийти работать в качестве тренера-преподавателя. Я говорю, Передуток, ты же столько денег потеряешь. Я говорю, ну все, сохранить школу-то надо. Ведь получается, меня там доплатили очень хорошо уже. Еще трудовые резервы доплачивали. А здесь только полторы ставки, ШВСМ и все. Константиновне, я говорю, Надюша, вот такое дело. Мы с тобой сто рублей в то время сто рублей теряем. Ну что, мы перетерпим с тобой, а? Давай. Олег, ну ты же любишь это делать. Ну давай рискнем. Рискнули. Я потерял эти зарплату. Организовали эту школу. Великолепные организаторские способности Карпова очевидны. Это благодаря им сослуживцы в Забайкалье стали заниматься активно лыжным спортом. Благодаря его организаторским данным в Заурале и в 50-х годах на предприятиях стали вводить для рабочих производственную гимнастику. Благодаря им же в нашем регионе появилось много хороших тренеров, воспитавших немало выдающихся легкоатлетов. Благодаря организаторскому таланту Карпова в Заурале и стал культивироваться новый для этих мест вид – спортивная ходьба, которую наш герой освоил еще в армии. Пришел на стадион, там футбол был, по-моему, еще что-то было, какие-то мероприятия у нас в воинской части. А вокруг, по дорожке ходил товарищ, очень странно как-то ходил. А раньше спортивная ходьба была, по-моему, основное, надо было, чтобы таз в горизонтальном положении двигался. И все. Руки согнутые, как во время бега. Я говорю, что он делает? Он говорит, это спортивная ходьба, физрук наш. Это, говорит, чемпион округа. Я говорю, правда, что ли? Я со стадиона, там километра два, наверное, прошел, попробовал пройти, как он идет. Мне понравилось. Я давай попробовал раз-раз, поехал на округ, выиграл. По нормативам того времени, 20 километров нужно было пройти за 1 час 46 минут. Демобилизовавшись и уже работая в железнодорожном училище, Альберт Карпов в составе сборной России стал призером чемпионата страны, затем призером чемпионата СССР. В 1955 году в Тбилиси, пройдя 50 километров уже по новым нормативам, он стал мастером спорта Союза. Не имея постоянного тренера сам, Карпов понял, что может стать им для других, потому что об этом виде спорта он знал абсолютно все, испытав на себе все тонкости техники спортивной ходьбы. Марафон хорош тем, что он по-настоящему полностью испытывает человека, его физические возможности, все физические качества, и силу воли, и состояние организма, и каждую косточку, и каждую жилку в организме, потому что бежишь, такое расстояние, мобилизуется все. Надо же там уметь, даже вот это было в Среднегоре, там увеличивается гемоглобин в крови, лучше организм справляется с нагрузками, но надо знать, когда после этого работать, когда выступать, когда соревнования, когда не соревнования, как использовать этот гемоглобин. Надо все это чувствовать, ребят, уметь, только в этом искусстве. Спортивная ходьба не очень просто подготовить не только мастера спорта, а вообще спортсмена по спортивной ходьбе. Вот за всю историю, сколько я работаю, у меня всего один ученик мой попал, который он сразу ходил спортивной ходьбой. Это был Николай Туринцев, ученик Шадринского техникума физической культуры, которого тренер не мог не заметить на уроке. Уж больно профессионально ходил парень, и тем выделялся из общей массы учеников. Он идет, я посмотрел, на тебя рисует парень просто. Я у него спрашиваю, я говорю, Женя, ты занимался спортивной ходьбой? Он говорит, нет, ни разу, ни разу, я ее не видел, ничего добавлять не надо было. Зато с другими приходилось тренеру заниматься много и упорно. Из них получились известные легкоатлеты «Гордость» за Уралье. Леонид Кокарев, Геннадий Абабков, Николай Туев, Михаил Такунцев. Это также Владимир Ревакшин, Николай Манов, Владимир Барабаш, Константин Колясников, Евгений Перцев, Николай Туринцев, Юрий Котов, Владимир Неупокоев, Александр Южаков, Николай Тюшников, Олег Шкаровский, и, конечно, участник двух олимпиад в Риме и в Токио Геннадий Солодов. 25 мастеров спорта подготовил заслуженный тренер России Альберт Федорович Карпов. С любым спортсменом, с которым я работал, я был такой же, как они. Вот тогда у меня получалось все, как надо. Ну, у всех я болел душой, и не только я болел. Да, надеюсь, я константинально за всех болел по-настоящему. Это были вторые наши дети. Так что, ну, никак нас не разделишь. Выделить кого-то больше. Ну, поругаюсь иногда. Ну, не очень сильно. Вот когда, например, Шкаровский шел, я с ним поговорил на старте. Я говорю, ты вот этих ребят знаешь все, чемпионат Союза? Он говорит, знаю. Ты можешь у них выехать? Могу. Ну, все, и шагай давай. Приехал с ним специально, с одним. Он пошагал. Смотрю, слушай, отставать начал. Еще отстает. Я говорю, ну-ка, давай добавляй. Я еще раз. Нет. Я говорю, ты зачем сюда приехал? Он идет, придет ли ко мне, подойдет. А я ему говорю, ты зачем приехал сюда? Он сейчас приходит. Нечего делать, давай собирайся выезжать. Смотрю, парень зашевелился, зашевелился, зашевелился. Выиграл ведь. Он стал победителем чемпионата СССР среди юниоров. Верность своим принципам, честности, взаимодоверию, трудолюбию не раз помогала тренеру приводить воспитанников к победе. Отступить от этих победоносных принципов Карпов не мог даже ради своих любимых спортсменов, пообещавших тренеру не играть в карты, причем уже на полпути к большим соревнованиям. В купе сидим, я вышел что-то отдохнуть, подышать. Подхожу, дверь закрыта на тебе. Я постучал, открыли. Смотрю, они карту спрятали. Уж так мне стало обидно, до слез стало обидно. Я карту открыл, постыел, посидел. Вышел, ничего не сказал. Переварил. И говорю, парни, сдавайте билеты. И поехали домой. Это дико, конечно, было. Я осознаю, что это было дико. И, наверное, было как-то... Ну, не мог я ничего сделать. Я их считал своими детьми, тем более верим друг к другу. В школе они мне дали слово, значит, они должны сделать. Ведь я тоже все ради них делаю. Спустя 25 лет тренер впервые рассказывает этот случай, не скрывая глубокой печали. Этот случай сильно повлиял на дальнейшее отношение тренера с воспитанниками. И не исключено, что на судьбе спортсменов тоже. Поехали, поехали на протокеаду. И были вторыми. По сути, даже выиграли ее. А я не пошел на судейскую, не стал разбираться. Если бы я пошел на судейскую, я бы на сто... Да, первым местом было бы. Они потеряли первое место, но этот жестокий урок подрыва доверия и его последствий воспитанники запомнили на всю жизнь. А тренер Карпов для многих так и остался самым честным и бескомпромиссным человеком, с которым можно добиться победы непременно, но только при стопроцентном доверии. Ведь не случайно несколько лет спустя Владимир Барабаш уже в зрелом возрасте вернулся к своему учителю и после нескольких тренировок стал побеждать, но теперь уже в статусе ветерана спорта. Мастер спорта Владимир Барабаш, начиная с 2002 года и по сегодняшний день является лучшим ходоком Европы и мира среди ветеранов в своей возрастной группе. Выделить я никого не могу. Ну, вот Петя Тюленева, вот с самого начала, первый мастер спорта, он до сих пор ко мне как к отцу относится. Ну, вот Саша Ширяев, это парень, который учился в шипке, он и не мастер спорта, только кандидат. Ну, насколько он... Ну, получается как, что мы чуть не одной семьей жили с ними, потому что я им квартиру даже сделал, шип закончил, тренером его принял. принял. И он женился. Жили они рядом, снова через стенку даже. Ну, а потом в семье уехали в Казахстан. И сейчас он приезжает, не забывает про меня. Сегодня на груди ветерана войны и спорта много разных достойных, заслуженных наград, которым у Альберта Федоровича, как всегда, сугубо свое осмысленное отношение подвергает сомнению, которое даже не приходит в голову. Война есть война. А вот эти значки все, они заработаны трудом. Даже вот судья республиканской теории, Москва присваивает. Заслуженный тренер России, Москва присваивает. Почетные граждане города. С любым боевым можно его сравнить. И тем более почетные граждане за Уралье. В общем, мне везло в жизни. Я все время встречался с хорошими людьми. Для нас тоже большая честь, Альберт Федорович, что мы в ряду этих людей. И мы уверены, что благодаря вам цепочка таких победоносных принципов, как доверие, бескомпромиссность и упорство, которыми вы так дорожите, не прервется никогда. Субтитры создавал DimaTorzok